Сегодня мы с вами продолжим изучение книги Шоне Халахот. И урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасения всех, кого можно спасти, излечения ранных и больных. Рифошлемашель хадаса батахова, асябат хавейгудит, выходит из Раэль, и чтобы Всевышний послан настоящий мир и полную безопасность на святую землю. Уфро салэйнум сукат шлумеха. Итак, 105 глава, очень короткая, про человек, который молится две молитвы по тем или иным причинам, две молитвы подряд, например, Шахарид и Мусах, или, допустим, он забыл какую-то молитву помолиться, мы позже увидим через несколько глав, будет закон, что если забыл одну молитву помолиться, то следующий молится дважды. Получается, что когда молятся два шмонеса подряд, то нужно немножко подождать между ними. Совсем немножко, буквально несколько секунд. Обычно мы о Шрей говорим между ними или что-то еще, поэтому даже если человек молится один, в них в синагоге, между Шахарид и Мусах тогда нет чтения Торы. Большинство дней, когда Шахарид и Мусаф, там чтение Тора между ними будет в Рош-Ходыш, или в субботу, или в праздники. Но, допустим, человек молится один, у него нет чтения Торы, то все равно он произносит что-то между ними. А Шрей, например. Поэтому там и так, и так будет этот перерыв. Поэтому скорее это будет относиться к случаю, о котором он упомянул второй пример. Это когда человек молится вторую молитву, чтобы компенсировать пропущенную молитву. Например, Шахарид он упустил, а теперь молится дважды Минху. В такой ситуации тоже нужно хотя бы подождать между ними столько, сколько занимает пройти четыре Амота. Что такое четыре Амота? Два метра, то есть буквально несколько секунд. Но я уже говорил, что обычно говорят о Шрей между ними, поэтому в любом случае, даже в такой ситуации, когда это дважды молится, например, он моритву Минху, то он будет о Шрей между ними, как правило, говорить, поэтому не будут они мамыш подряд. Вот. И говорит, что так же, если человек ошибся в чем-то, то есть он закончил Шму на Эсре и понял, что у него была какая-то ошибка, ему нужно заново молиться. Все равно нужно подождать хотя бы вот эти несколько секунд. Окей, 106 глава. Кто освобожден от молитвы? Ну, он говорит, что те, кто освобождены от Шма, так как заняты митцвой, или тирдой митцвой, как говорится, кто, в общем, занят какой-то митцвой и освобожден от Шма, он освобожден и от Шма на Эсре. А если обязан читать Шма, то обязан читать и Шма на Эсре, кроме, говорит, когда похороны происходят, если кого-то хоронят, то тогда бывает, что Шма читают, а Шма на Эсре не читают. Но это все редкие ситуации, я не буду вдаваться во все эти тонкости. Что касается женщин, то они, по большинству мнений, обязаны молиться Шахарит и Минху. То есть, в отличие от Шма, как было сказано, мы уже обсуждали подробнее, какие молитвы обязаны женщины, какие не обязаны. Так он пишет большинство мнений, потому что есть мнение магии Авраама по его пониманию Рамбама. То есть, магия Авраам так не заключает. Он просто приводит, что может быть, по тому, как Рамбам написал, что молитва она Эсторы, что раз в день нужно молиться Эсторы, то тогда, возможно, когда раввины устанавливали, сказали, что женщина обязана молиться, может, они имели в виду на этом уровне. То есть, один раз просто молиться, чтобы выполнить заповеди Эсторы. Раз в день какие-то молитвы произносить. Не обязательно тогда Шма на Эсре. Вот это вот тот, кто спорит. Поэтому он говорит, что не написал, что это по всем мнениям, написал по большинству мнений. То есть, единственное исключение, это мнение магия Авраама по пониманию Рамбама, что, может быть, по Рамбаму женщины не обязаны молиться формально, вот именно молитвы Шахарит и Минха, все Шмон Эсре. А достаточно, чтобы раз в день просто молились какую-то молитву от себя. Раз Эсторы этого достаточно, то, может, и раввины не заставляли больше молиться. Потому что, по мнениям, по которым вся молитва – это раввинский закон, тогда получается, что раз Мишна говорит, что женщины обязаны молиться, то они обязаны молиться как мужчины. Только может быть исключение вечерняя молитва. А вот, да, потому что вечерняя, она изначально была необязательной. А вот, по мнениям, по которым, может быть, молитва Эсторы, тогда есть место сказать, что, когда Мишна говорит, что женщина обязана молиться, может, имеется в виду на этом уровне. Молиться просто какую-то молитву от себя, чтобы Эсторы выполнить заповедь. Ну, мы уже говорили, что и насчет шма, хотя Шухинаров написал, что не обязательно женщинам читать шма, но первый стих следует сказать, если возможно, потому что этим, как бы, принимая Шурмахуд Шамай. И также Эмит Вияциф мы уже говорили, что стоит женщинам сказать, потому что там упоминается исход из Египта. Я уже рассказывал, что Равадий Иосиф вообще против того, чтобы женщины делали брохи, которые они не обязаны делать. Поэтому он считает, что брохи на шма женщины не делают. В любом случае, с Хатимой, да, с Баруха Таашем. В основном, часть брохи не запрещено. Но вот в ошкинавских авторитетах действительно есть такое предположение, это тоже из магии Набрама, кстати, вышло, что, может быть, женщины обязаны упоминать исход из Египта, а раз так, то пусть считают броху Эмит Вияциф, где упоминается исход из Египта. Видите, поэтому именно эта броха, он упоминает ее, а не другие брохи шма. Другие брохи шма однозначно женщина не обязана говорить. А вот броху Эмит Вияциф может быть обязана. И тогда у нее есть тоже концепция смиха Геула Литфила, чтобы сказать броху шма, а потом сразу начать шмона эсре. Я никогда не слышал, чтобы какие-то женщины говорили только эту броху. Либо женщины молятся полностью и читают тогда и шма с благословениями, и потом шмона эсре, либо вообще не читают шма с благословениями, как я уже сказал, или читают только первый стих шма. Но так, чтобы читали именно эту броху Эмит Вияциф, я не знаю, может, такие женщины есть, но думаю, что их немного. Вот, и тогда стоит вопрос еще вечерней молитвой. Ведь, опять же, большинство женщин не молятся вечернюю молитву, но тогда им придется читать, получается, вечерние Эмит Виямуна броху, чтобы вспомнить об исходе из Египта. На самом деле, если женщина хочет быть строгой, но не хочет читать всю броху, она может просто упомянуть исход из Египта каким-то стихом, или просто от себя, что Всевышний вывел нас из Египта. Да, ведь исход из Египта нет конкретного нусаха, в отличие от шма. Можно любым способом упомянуть про то, что Всевышний вывел нас из Египта. Если женщина обязана это тоже упоминать как мужчины и днем, и ночью, то это можно сделать любым способом. Во всяком случае, он пишет, что есть мнение, что и вечерние молитвы нужно женщине произносить, получается. Вообще-то, есть и диспут вообще обязанности женщины молиться вечернюю молитву. Но, допустим, если они освобождены от вечерней молитвы, то вполне возможно, что им нужно упоминать про исход из Египта. А кидош лыванагой женщины не обязаны делать, да, освещение новой луны. Теперь, что насчет детей? Ну, детей учат молиться, когда они достаточно взрослые, чтобы понимать, то есть достигли возраста хинуха, да. Если они уже могут учиться молиться, то их учат постепенно. Хотя бы, да, ну, там, кажется, сначала их не учат всей молитве. Это сложно довольно все шмонесре произнести, когда ребенок маленький. Ну, учат, как умеют, и они постепенно учатся, дети. И также, говорит, можно их кормить до молитвы. Обычно мы же не едим до молитвы, кроме определенных исключений, которые он уже упоминал, по-моему, в главе 89-й. Но если ребенку нужно, то можно его покормить до молитвы. Детям обычно нужно, да, до школы, до молитвы их кормят обычно. Вот, есть еще одно исключение, которое сегодня не очень-то относится, а именно человек, который постоянно занимался Торой. То есть он был настолько занят Торой, что на шмон он прерывался, а на шмонесре вообще не прерывался, или не каждый день молился шмонесре, потому что его, так сказать, Тора была его основной профессией. Он только этим занимался. Все свободное время он занимался Торой, почти ни на что не отвлекаясь. Только вот когда нужно ему поесть или там в туалет сходить, а так он весь день занимался только Торой. Вот. Вот такой человек, он даже освобожден был от молитвы шмонесре. А шма с брохами он делал, тем не менее. Вот. Но сегодня как бы не считается, что у нас есть такие люди, которые настолько заняты Торой, чтобы вообще не молиться шмонесре. И он уже обсуждал немножко, есть определенные законы, наоборот, даже не начинать заниматься Торой, пока не прочтешь шма вовремя, да, потому что боимся, что пропустит. Вот. Но там есть определенные исключения, в частности, если у него постоянные миньоны, или там он занимается там, где он не пропустит, бедми-драшетом, если потом будет миньоны или что-нибудь в этом роде, или если он, например, напоминание себе оставил, или если он занимается в группе, в общем, там есть тоже много исключений. Мы это все уже обсуждали немножко в главе, по-моему, 89. В частности, если он обучает других, там больше есть мягкостей. Окей, еще одну главу, начнем. Есть определенные законы про человека, который не уверен, помолился ли он шмонесре. Ведь обычно, если человек не уверен, сделал ли он какую-то броху, мы эту броху заново не делаем. Почему? Потому что будет броха либо тала. Допустим, я начал ест хлеб и забыл, сказал я броху гамоции или не сказал. То на всякий случай нельзя сделать заново гамоции. И также любая другая броха, кроме верката Амазона, которую мы уже говорили, это броха историй, и ее делают даже когда человек не уверен, он побенчал или нет. Так вот вопрос, а если человек не уверен, помолился ли он шмонесре. Так вот, есть концепция такая, что шмонесре можно молиться как добровольную молитву. Так же, как в храме можно приносить добровольные жертвы, так же шмонесре можно молиться добровольно. Хотя есть мнение, что в субботу и в емдов это невозможно. Но, во всяком случае, в будни, не без сомнения, можно молиться добровольной молитвой. Поэтому установили, что и человек, который не уверен, помолился ли, может заново помолиться. То есть, как бы молитва второй раз, это не будет броха леватала, потому что она всегда, можно сказать, что это сафик добровольная молитва, как-то так. И вот в частности, даже если человек, скажем, помолился один, а потом пришел в общину и увидел, что собрался миньон, видимо, до этого он не собирался идти в синагогу или почему-то думал, что не будет миньона, но если теперь собрался миньон, он может помолиться с миньоном, ему разрешается второй раз помолиться, опять же, как добровольная молитва. Вот. В добровольных молитвах обычно он должен что-то, как говорится, лиходеш, то есть добавить что-то от себя, новую просьбу какую-то. На самом деле, как он дальше объясняет, есть много тонкостей насчет этого хидуша, что можно добавить, чтобы это считалось добровольной молитвой. Один из вариантов, что нужно добавлять вообще во всех средних благословениях, где есть просьбы, в каждый из них что-то еще просить. Но после факта достаточно, чтобы он хотя бы в одной броке что-то попросил новое. Но есть мнение, что это только помогает, если у него новая просьба сейчас появилась. То есть не то, что он всегда мог попросить это, а теперь решил это попросить. А именно вот сейчас он узнал, что кто-то болеет, и решил помолиться заново, чтобы в броке Рафаэйну попросить за этого больного. То есть по этому мнению, так просто ты не сможешь всегда добровольную молитву еще одну помолиться. И еще, так как в наше время мы и так не очень концентрируемся на молитве, то уж тем более не очень советуют молиться добровольной молитвы человеку, который не особенно концентрируется. Поэтому молиться ныдава, как говорится, добровольную молитву разрешают только людям, которые очень себя знают хорошо, что они концентрируются на молитве, что они будут молиться с большой концентрацией. Вот таким разрешается молиться, добровольную молитву. Иначе зачем, так сказать, тут же не количеством возьмешь, тем, что ты много раз молишься всевышнему, а думаешь о другом, то это вообще не молитва. Да, такой смысла в этом особого нету. Я же говорил, что первая броха особо требует концентрации, и даже Бедевед, если человек в первой брохе не концентрировался, то он не выполнил заповедь. А по мнению Мишнабруры, возможно, даже если он посередине, между словами первой брохи, о чем-то другом подумал, то тоже, возможно, он не выполняет заповедь. Так он понимает слова «ражба». Мы уже все это упоминали, я говорил, что не очевидно, что «ражба» это имеет в виду, скорее всего, «ражба» это не имеет в виду. У меня есть даже некоторые доказательства, что «ражба», скорее всего, имел в виду, что именно человек вообще не концентрируется, или во время, когда читает Шман-Эсре, думает о другом. Но, по крайней мере, я помню, что в Мишнабруле есть возможность интерпретировать «ражба», что даже если он думает, о чем нужно думать, когда произносит слова молитвы, но между словами стал думать о другом, то тоже уже его молитва не засчитывается, даже после факта. Али от хила, конечно же, понятно, что человек не должен думать о другом, не только в первой брохе, но и в остальных проход. Поэтому одно дело, что мы обязаны молиться, и тут приходится молиться, даже если знаешь, что не сможешь во всех благословениях концентрироваться. Если хоть в первой брохе ты пытаешься как-то и как можешь молишься, то будешь делать как все остальные, ну что, человеку вообще не молиться теперь от того, что у нас плохая концентрация. Но другое дело, если человек решил себе добровольную молитву еще молиться, еще дополнительное Шман-Эсре, сам выбрал молиться, тогда он должен быть один из тех, кто очень концентрируется и не отвлекается во время молитвы и думает только о молитве. Поэтому это не советуют делать обычному человеку. Вот, это все значит в случае, если человек второй раз молится просто так, то есть у него, он уже один раз выполнил заповедь молитвы, теперь молится еще раз, как добровольную молитву. Совсем другая ситуация, если он в первый раз не выполнил заповедь или не уверен, выполнил ли заповедь. В частности, если вот человек один раз помолился, и он не помнит, сказал ли он, я лэби а воврош ходыш, например, или что-нибудь в этом роде. На самом деле, есть случаи, когда у нас закон, что не нужно возвращаться тоже, такие ситуации бывают тоже. Например, говорится, что в отношении Рош-Ходыша большинство полскими считают, что по умолчанию, если человек не думал об этом перед началом молитвы, то, скорее всего, он забыл сказать я лэби а воврош. То, что уже, да, только то, что человек произносит 30 дней, он привыкает говорить по-новому. У Рыма, возможно, другая считает, я сейчас не буду вдаваться во все эти детали. Ну, есть мнение, например, Таза, что если человек сначала думал перед молитвой сказать я лэби а воврош, а потом не помнит, сказал ли не сказал, то, соответственно, по мнению Таза, тогда Чак Йоци. А Мишнубрур и так не выглядит. Мишнубрур выглядит только если у него сафик появился позже уже, когда он давно закончил Шмонесре. В общем, какие-то ситуации, когда есть неуверенность молиться ли заново. Вот вам хороший пример, кстати, знаете. Вот скоро будет 10 дней раскаяния. И Тамут, говорит, что нужно 2 вещи изменить 10 дней раскаяния. Броху Хакеля Кадош и броху Хамелых Лаеф Цедакал Мишпад. В обоих этих благословениях мы заканчиваем Хамелых. Хамелых Лаеф Цедакал Мишпад. Так вот, в отношении Хакела Кадош, однозначно, если сейчас сказал Хамела Хакадош, у нас Аллаха, что... Если он не сказал Хамела Хакадош, сказал Хакела Кадош, как обычно, однозначно Аллаха, что ему нужно возвращаться. А вот в отношении «Мелых, алхеф, цедакао мишпат» есть диспут, потому что есть мнение, что они говорили «кель», а не «мелых». То есть у них вообще не упоминалось слово «царь». А мы, раз упоминаем слово «царь», слово «владыка», «мелых, алхеф, цедакао мишпат», то фактически человек Йоцый, хотя он не сказал «хамелых, алхамишпат», но он сказал «мелых» главное, поэтому он Йоцый. Поэтому, ашкиназим, принято, что мы не возвращаемся, если сказали уже хам мэлэхо хэвцэ да каамышпат по привычке. Но вопрос в том, если человек хочет все-таки заново помолиться все шмонээсре, как недава, сказать, что если я не выполнил заповедь до сих пор, то я сейчас молюсь главная шмонээсра, а если я уже выполнил заповедь, то пусть это будет молитва добровольная. Вот в таких ситуациях больше есть причина разрешить, потому что он не просто так молится добровольную молитву, а молится, чтобы быть йоцэ, чтобы выполнить заповедь по всем мнениям. Ну или если вообще он не помнит, помолился или нет. Да, большинство людей не бывает, чтобы забыли, помолились или нет. Но такое может произойти, если человек помнит, например, что он собирался помолиться в какое-то необычное время в этот день, ему нужно было идти на свадьбу, допустим, он хотел сходить и помолиться, а потом не помнит, сходил или не сходил в результате. Наверное, у пожилых людей это чаще встречается, что они не уверены, помолились или нет. То тоже вот можно, как говорит Талмуд, помолиться заново, как недава, как сафик. Ну, в общем-то, помолиться заново, раз он, да, одну из молитв, возможно, что не выполнил, так может помолиться заново. Вот, но в Йомтову в субботу это не помогает, как мы сказали, потому что в Йомтову в субботу многие считают, что невозможно, так же, как не приносились добровольные жертвы, так же невозможно и молиться добровольно. И так же, он говорит, что с Мусовом это не пройдет, этот номер, потому что Мусов тоже не бывает добровольный. Мусов, он сопротив конкретного Корбана, поэтому невозможно молиться его добровольно. То есть, неуверен, помолился ли Мусов, то невозможно помолиться еще раз на всякий случай. А вот в остальных молитвах, если не уверен, помолился ли, то ты делаешь условие и говоришь, если я выполню заповедь, то пусть у меня будет сейчас добровольная молитва, если я еще не молился, то это будет моя главная молитва. И тогда даже, говорит, не нужно ли хадеш-бадавар, не нужно ничего нового добавлять. Раз он молится и так с условием, что, может быть, это обязательная молитва, то это и есть хидуш, как бы, тогда не нужно ничего другого добавлять. Еще он говорит, что в случае вечерней молитвы, которая изначально была добровольной, есть диспут, как поступить, если человек не уверен, помолился ли, поэтому лучше тогда делать хидуш все-таки, если молишься второй раз. А что делать, если человек не помнит, помолился ли он муссов? Один из вариантов это попросить, чтобы ему дали быть хазаном, и тогда он точно будет повторять шмонесре, и этим выполнит и свою заповедь, если он обязан был. А если человек начал молиться молитву, думая, что он обязан молиться, а потом вспомнил, что он уже помолился, то оказывается, посередине невозможно молитву превратить в добровольную. То есть молитва добровольная, она изначально добровольная. Человек знает, что он делает ее как недова. Но если человек начал молиться, например, минху, а потом вспомнил, ой, я же сегодня уже молился минху, то он должен прерваться прямо посередине. Потому что не бывает молитвы, как он говорит, наполовину добровольная, наполовину обязательная. И это верно даже в отношении вечерней молитвы. То есть мы не говорим, что вечерняя молитва, она изначально необязательная была, поэтому она всегда немножко как надава. Мы так не говорим. Был диспут на этот счет, но вот мы так не говорим. У нас халаха, что если даже вечернюю молитву начал молиться, и вспомнил, что он уже молился, то сразу прерывается. Но если, говорит, он изначально не помнил точно, молился или нет, то есть он начал молитву, как мы сказали, в случаях, когда он не помнит, помолился ли ее, поэтому начал молитву с условием, что вдруг он еще и не молился, а потом посередине молитвы вспомнил, что он уже да, молился, то он все равно продолжает. Потому что изначально он поставил условие, что если окажется, что я уже молился, то это будет добровольная молитва. Но тогда следует сделать хидуш, а некогда, конечно, не нужно делать хидуш. Да, раз изначально он начал ее как сафик добровольную, то, соответственно, хидуш не нужен, по их мнению. Окей, на этом, я думаю, мы сегодня закончим. И урок посвящался для полной безопасности на земле Израиля, спасения всех заложников, кого еще можно спасти, излечения раненых и больных. И также рифу шлемашель хадаса батаху, ваася батахава и гудит, вихоль Исраэль, и чтобы все уж не посла настоящий мир на наш народ. Как говорится, уфроса лэнсу кашла мэха, хапурэсу кашла мэлэйну, ваакора мой сэль, ваэль ухшалайм.